Здравствуйте, мои дорогие садоводы и огородники! Уверен, каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить сад или грядки, возможно клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию? В этом видео я вам все подробно расскажу. Я не буду вам рассказывать о супер дорогих и супер эффективных каких-то препаратах, которые стоят бешеных денег. Я не буду рекламировать там какие-то супер мега крутые разработки последних там садоводов-агрономов. Я вам расскажу простой старинный рецепт, который уже долгие годы используют садоводы с опытом. Он всегда показывает хороший результат, заслужил давно уже почет и уважение у опытных садоводов. Перед началом хотел бы выразить вам огромную благодарность за то, что смотрите мои ролики, подписывайтесь, ставите лайки под видео. Это очень мотивирует снимать новые интересные видео. Хочу вас попросить, чтобы и под этим видео поставили лайк, написали какой-нибудь комментарий. Итак, начинаем. Для того, чтобы наша почва стала вновь плодородной, нам понадобится купить картофельный крахмал. Подходим к нашим грядкам. Если земля сбитая, нам надо ее немножко разрыхлить. Далее посыпаем тонким слоем крахмала землю. Потом все это дело опять рыхлим. И далее поливаем отстоявшейся теплой водой. В состав крахмала входит фосфор и калий, влияющие на здоровье и мощность рассады. Также крахмал способствует накоплению влаги в грунте, что благоприятно влияет на корневую систему. В грунте с добавлением полисахарида содержится большое количество полезных микроэлементов. Почва, обработанная крахмалом, подходит для следующих овощных культур. Перец, томаты, огурцы, капуста, кабачки, баклажаны, патиссоны, тыква. Также земля, обработанная крахмалом, подходит и для выращивания комнатных растений. Ну а на сегодня все. Спасибо большое, кто досмотрел видео до конца. Огромное спасибо, кто поставит лайк. Также, кто подпишется на канал. Видео выходят каждый день. Встретимся завтра. До скорых встреч.